Всем добрый день! У меня сегодня будет такое разговорное видео. В предыдущем видео, когда мы встречали, праздновали, можно сказать так, Пасху, я так затронула тему, что я, по крайней мере, болею на тот момент, болела. Вот. И сейчас, конечно, подробно расскажу, что же со мной приключилось. Да, очень была неприятная история. Скажу сразу, что всё уже позади плохое. С чего всё началось? Конечно, всё, что произошло, оно под вопросом. То есть вопрос всё равно висит в воздухе. От чего, почему такое случилось? Ответа как такового. Ни я, ни другие, я имею в виду врачи, конечно, дать не могут. Но что же произошло? В один прекрасный день мне стало плохо. Плохо в каком плане? Заметила очень негативную реакцию на употребление жиров. То есть до этого я всё пила, ела, всё было благополучно, никаких жалоб у меня не было. Хотя были незначительные, я потом вам скажу чуть позже. Но в целом, да, вот по ощущениям, ничего не болело, ничего не беспокоило. Как я принимала пищу, так я и принимала. В принципе, никаких изменений особо не наблюдалось. И вот говорю, в один прекрасный день всё-таки вот такая реакция на жиры у меня случилась. Сначала один день, да, не сильно, но вот что-то такое произошло. Вопрос, конечно, в воздухе повис, но думаю, ну что там. Другой тоже раз, тоже что-то не то. Но чем дальше, тем хуже. И в итоге уже пришлось вызывать мне скорую. Теперь вот, знаете, уже вспоминаю подробности. Может быть, конечно, надо всё было записывать по горячим следам, но на тот момент мне было очень плохо. Я не знаю, как другие блогеры бывают, записывают прям вот им плохо. Некоторые прям чуть ли не при смерти берут, камеру снимают. Я вот так не могу. По крайней мере, в этих условиях я не смогла. Вот, что же произошло? Что-то я поела, наверное, ближе к вечеру. И ночью, наверное, когда начинается процесс пищеварения, мне становится плохо. И плохо так, что даже не могу объяснить, что же было. Такое впечатление, что, может быть, на тот момент у меня были догадки. Ну, не догадки. Нет, неправильно сказала. Были ощущения, что распирает вот весь, может... Желудок? Нет, желудок не болел. Распирает, я даже не знаю, ну, верхняя часть живота, что ли. Может, это кишечник был. Поджелудочная. Вот. Но в итоге было плохо. Вызвала скорую. В принципе, укол ножку они только делают. Да, подозрение было на поджелудочную. Прощупали живот весь хороший, мягкий. То есть, никакого острого панкреатита нет. Они решили, что типа хронический панкреатит. Ну и всё. Уехали. Сказали, ну, вызовите врача. Вызвала врача на следующий день. Пришёл врач на дом. Тоже посмотрела, спросила, что да как. Прописала лечение. И ушла. Из лечения что было? Ферменты. Потом Nexium. Это ингибиторы протонной помпы. И спазмолитики. Ну, по типу ножпы. Ну, что-то другое. И, по-моему... А, и альмагель. Альмагель и какие-то сорбенты. Вот такое лечение назначили. Всё. Врач ушёл. Но я так понимаю, что на тот момент у меня какое-то обострение произошло. И тоже через несколько дней, опять, без задней мысли, думаю, ну, я привыкла питаться, как обычно. Думаю, ну что? Опять? В итоге я съедаю, значит, тот раз, который я вам сейчас рассказала первый раз. Может, это были семена орехов... Ой, семечек. Семечки. Ну, просто в еду добавляла. Вот. Мне было плохо. А вот в этот раз, что когда случилось, я вечером добавила авокадо. И всё. Я тоже ночью умирала. Пришлось опять вызвать скорую. Но это прям не день за днём, а именно вот тогда, когда я приняла то, что я вам сейчас сказала. В пищу. Всю ночь я не спала. Было плохо опять. И вот такая боль, вы понимаете, она какая-то распирающая, что ли. Нет такого, чтобы где-то конкретно болела. В общем, было плохо. Такого состояния я не испытывала никогда в жизни. Надеюсь, больше не испытаю никогда. Вот. Скоро приехала. В принципе, она мне ничем не помогла. А, укол сделала, он мне не помог. Я даже дома принимала ножпы. Тоже она мне не помогала. То есть, вот такая реакция была на жиры. Ну, что. Из лечения я только начала принимать что? Ферменты. Альмагель. Всё остальное. Ну, сорбенты. Сорбенты у меня были в своей дома. Я их тоже принимала. Ингибиторы вот это, Nexium, я не стала принимать. Потому что, слушая нутрицологов, они многие говорят, что этот, эти препараты, они снижают кислотность. А у нас и так она пониженная кислотность. Я не знаю, может в моём случае, когда со мной вот это всё произошло, она и повысилась кислотность. Может и надо было принимать. Ну, в общем, я побоялась, не стала принимать. Естественно, конечно, все ближайшие дни, там неделя, две, мне было очень плохо. И, ну, в общем, полное расстройство ЖКТ. Потому что у нас всё в организме задействовано. Если поджелудочная, она начинает страдать от желчного. То есть, кислотность нарушается. И вот так вот всё по цепочке и кончается кишечником. Вот всё, всё, что я вам сейчас описала, вот эту цепочку, всё это со мной было прям по очереди. Вот. И так прошло, наверное, недели три. Прямо серьёзного обострения, когда у меня это всё произошло. Недели три. Сейчас более-менее всё у меня затихло. Я уже начала добавлять жиры, питаться, как, в принципе, и питалась. Вроде бы всё нормально. Но, конечно же, я пошла опять на приём. На тот момент мне плохо было. И надо было выяснить причину, почему. Почему это случилось. Конечно же, я пошла опять в больницу. Но ещё раз повторюсь, снимать я ничего не снимала, потому что это настолько всё это резко случилось. И всё это быстро. И каждый день я и по больницам ходила, начала сдавать анализы, исследования. То есть, всё закрутилось, завертелось. Но опять не забывайте, что у меня есть второй канал, Океан Счастья, там я обзоры выкладываю. Там каждый день. То есть, я всё равно продолжала снимать. Поэтому, ну, просто не было времени и здоровья, сил. И тем более на момент, когда со мной всё это случилось, мне нужно было переходить на диету. Вот. Диет подразумевала пюреобразную пищу. То есть, овощи я отваривала, я это всё делала из них пюре. Ну, готовила там на пару что-то. Хотя я могу сказать, что на тот период даже вот что-то я готовила, правые какие-то котлеты. Мне и от них было плохо. То есть, вот на всё. То есть, такое ощущение, как будто, вот как говорят при поджелудочной, да, холод, голод и покой. То есть, вот вообще голода и всё. Что интересно, за эти недели я ещё скинула 2 килограмма. Представляете? Поэтому это было нечто. Это было нечто. Потому что я исключила все жиры. Потому что сказали жиры. Ну, у меня реакция была на жиры. Естественно, я исключила все жиры. И вот прям резко я похудела, резко на 2 килограмма. Конечно же, это всё плохо. Вот. Теперь будем стараться всё это набирать и нормализовывать. Хотя это будет тяжело. Для меня набрать вес сложнее, чем его скинуть. Это было по жизни всегда так. Вот. Ну что, пошла я по анализам. Начала сдавать. Что я затеяла ещё? Значит, записалась на УЗИ. Так как у меня уже очень давно в анамнезе и в диагнозах моих стоит диагноз полипы желчного пузыря. Вот. То надо было проверяться в любом случае. Посмотреть поджелудочную, желчную посмотреть. В общем, записалась на УЗИ. Потом я уже решила. Ну, раз я начала всё обследовать, думаю, ну, сделаю ФГДС. Вот. Ну, решила я её сделать с седацией. Кстати, это был совет нутрициолога. Я ко многим нутрициологам обращалась. Но на момент обострения они сказали, что не будут никаких советов давать. То есть, снимайте сначала обострение, идите к врачу, а потом уже приходите к нам. Ну, единственное, они только посоветовали сделать ФГДС, но с седацией. То есть, вам делают наркоз внутривенно, вы засыпаете, и вот во сне вам делают ФГДС. Ну, думаю, надо сделать. Делают у нас в Новомосковске, в нашем городе не делают. Что ещё из анализов? Ой, такая была долгая история. Ой, столько у меня впечатлений, конечно. Но уже, конечно, плохое быстро забывается. Когда всё нормализовывается, как-то прям смывает всё это. Поэтому вот сейчас я вспоминаю и вот так вот перескакиваю вам. Потому что вот память имеет свойство забывать всё плохое, наверное. Ну, и слава богу, хочу сказать. Ну, о чём, всё, что я вспоминаю, сейчас я вам говорю. Как проходили, значит, я говорю, записаться надо было сначала. В поликлинике, обычной, государственной, это сделать тяжело. Сначала ты должен записаться к терапевту, прождать свои очереди, чтобы попасть к терапевту. У терапевта попросить, чтобы он тебя записал на УЗИ и анализы выписал. Ну, что интересно. Ну, к УЗИ я уже привыкла, да, там к исследованиям вас записывают тоже. Потом вам звонит медистра и говорят, вот на такой-то день, там через полмесяца, или через сколько, появляется место. И говорят там, в такой-то день вас записали, приходите. Это уже привычное дело. Но в этот раз я была удивлена анализом, анализом. Обычно раньше мы приходили к терапевту, она нам выписывала анализы. И что? Мы шли на следующий день сдавать анализы. Просто-просто. Сейчас не так. А сейчас так же, как и с УЗИ и со всеми обследованиями. То есть я прихожу, говорю, мне надо сдать анализы. А мне надо было сдать анализы не только для того, чтобы посмотреть то, что происходит у меня, а для ФГДС. Потому что, когда я записалась на ФГДС, они сказали там целый список, что нужно. Потому что вам делают наркоз. Это будет анестезиолог, да, присутствовать рядом, который делает этот наркоз. И у вас должны все исследования быть, ну, как перед операцией. Значит, там общий анализ крови, биохимию надо было сдать, мочу. Из анализов, по-моему. А, МНО, кровь на МНО. Ну, по-моему, все. Вот. И ЭКГ, флюра. Ну, по-моему, все. Надо было взять бумажку, посмотреть, что еще там. Ну, еще много-много всего. И вот это все я должна была сделать. Записали быстро на ФГДС. Потому что это за деньги. Это все делается быстро. Ну, там, мне предложили там два варианта. Ну, вот один вариант чуть пораньше. Ну, в этот день я делала УЗИ, поэтому невозможно. Записалась позже. Ну, анализ у нас делается долг. А, вот, вспомнила, какие еще анализы. Вот эти все ВИЧ, гепатит. Каких-то четыре анализа. Ну, еще, вы знаете, да, вот гепатит, ВИЧ. Ну, еще какие-то. Которые делаются долго. Они делаются 10 рабочих дней в нашей центральной государственной больнице. Представляете? А мне, например, через неделю уже надо делать ФГДС. Ну, и опять. Можно было бы переписаться на ФГДС и позже, после этих анализов. Ну, представьте, это вообще месяц пройдет. У меня сейчас отключилась камера. И вот, кстати, я пропустила. На каком моменте она отключилась? Я, конечно, сейчас буду продолжать. Но не знаю, на каком моменте. Если какой-то момент я упустила, ну, прошу прощения. Надо быть внимательной, когда отключается камера. Так вот, про что я говорила. Ну, вот про анализы, да. Я могла бы переписаться на другой день. Ну, представьте. Мне плохо, состояние плохое. А это что означает? Я хочу сделать быстрее все исследования, чтобы знали, какой у меня диагноз. А это делается две недели. Потом это надо получить. Потом сходить на прием к врачу. Это, получается, пройдет где-то... А, не на прием к врачу. Сделать вот это исследование в ФГДС. Потом записаться к врачу. И пройдет уже месяц-полтора. А когда лечиться? А когда? Когда оказывать себе помощь? То есть я была в полнейшем шоке. Плюс, еще, чтобы лечиться, у нас лично в больнице нет гастроэнтеролога. Просто терапевты. Ну, терапевты, сами понимаете, у них все стандартно. Вот такое лечение, как я вам сказала, да. Пришла дежурная врач. Когда я вызвала врача, она там все дала лечение. Такое же лечение написали в больнице. Никто в подробностях не разбирается. Кто прав, там желчное, поджелудочное, неизвестно. Вот. Значит, надо идти к платному врачу. Платный врач у нас принимает один раз в неделю. К нему тоже невозможно записаться, потому что я звонила, запись занята. Ну, очень с горем пополам я к нему записалась. И пошла вот на эти исследования. Анализы. Возвращаюсь к анализам. Значит, как получилось? Анализ тоже. Пришла к терапевту. И говорю, вот мне надо сдать анализы. Такие, такие, для того-то и желательно побыстрее. Мне говорят, на эту неделю записи нет. То есть, еще у нас существует теперь запись на анализы. То есть, если мы раньше шли на следующий день и сдавали эти анализы, теперь такое не прокатит. То есть, вы еще должны неделю прождать и сдать эти анализы. Потом их получить. Конечно, я не любитель ходить по нашим больницам, потому что это очень надо крепкую нервную систему иметь. Но это ладно. Нервная система, бог с ней. Но тут дело не в нервной системе даже, а в том, что я говорю скорость. Потому что, когда вам плохо, какие-то вот такие экстренные ситуации у вас случаются, вам надо как можно быстрее узнать, что происходит с вашим организмом. А тут надо ждать. Вот это больше всего выбивает из колеи. Ну и в итоге, что я решила? Анализы мне, конечно, выписали. Но, так как мне надо было срочно, от 14, ну, 10 рабочих дней плюс выходные, это получается 2 недели. 2 недели ждать я не собиралась. Что я сделала? Я пошла вот эти, которые делаются 10 дней у нас в больнице, долго вот эти анализы делаются, я пошла, сдала в платную лабораторию. Там делается один день. Да, заплатила я за них 1000 рублей. Но что делать? Что делать? Зато быстро. Один день у вас анализы готовы. В общем, за скорость надо платить. За комфорт надо платить. Вот. Ну, а остальные анализы я сдала уже в нашей больнице, потому что они готовы сразу на следующий день. Я их пошла и просто забрала. Ну и прям тоже, прям накануне, накануне, потому что тоже на определенный день я была записана. И что интересно, вы просто так не пройдете в кабинет. То есть, во-первых, что меня очень, конечно, так в кавычках рассмешило, когда подходишь к двери, там, где сдаешь анализы, сидит очередь, и каждый человек, а у вас на какое время? Там 8.42, а у меня 8.43, а у меня 8.45. И вот получается такая очередь из вот этих минут начинает создаваться. И вот такая очередь. Ну, ладно. А когда я зашла в кабинет, еще медсестры сидят. У них журнал, там фамилии. Так, ваша фамилия такая-то, на какое вы на сегодня записаны, да? Начали искать по спискам. То есть... Ну, вы все поняли, да? В коридоре очередь из людей контролируют. Тут медсестры контролируют. То есть, шаг влево, шаг в право, расстрел. То есть, просто так вы не пройдете. Вот. Пройти только можно просто так, в платной лаборатории. Заплатил, все просто и легко. В общем, вот такие дела. Ну, в общем, история чем заканчивается? Все сдала, все проверила. Больше всего мне знаете, что понравилось. ФГДС, вы не поверите. Но действительно, мне это понравилось, процедура. Если вы помните год назад, с моей историей, да? Когда я хелиобактером рассказывала. Я не хотела идти делать в ФГДС. Но я предполагала, что я пойду просто глотать трубку. То есть, все это я вживую на себе испытаю. Мне, конечно, этого не хотелось. И как-то я этот процесс оттягивала. Я пошла, сделала гастропанель. И поняла на тот момент, что у меня хелиобактер. Вот. Вот это ФГДС мне понравилось. То есть, я прихожу, ложишься на кушетку. Тебе делают укол. И ты засыпаешь. А когда просыпаешься, тебе говорят, просыпайтесь. Я такая, глаза открываю, ворачиваю. Все, все. То есть, у меня, знаете, у меня, я когда вышла оттуда, у меня такое впечатление, что я просто пришла и поспать. Пришла поспать, да? Пришла, поспала и ушла. Так было смешно, так было чудно. Но это действительно мне понравилось. То есть, вот действительно, я легла. Естественно, я помню, как мне сделали укол. Все, дальше я ничего не помню. Просыпаюсь, меня тут обули, потому что вы еще в таком сонном состоянии. Вас вывели в коридорчик, посадили, сказали, минут 15 посидите. Бумаги все отдали. Все. Вот. Что по исследованиям? Ну, так как я сказала, УЗИ сделала. Делала, да. Это я делала бесплатно в нашей больнице. Показалось все то же самое. То есть, с поджелудочной все окей. То есть, все хорошо, никаких изменений, все отлично. В желчном как были полипы, так они остались. Все, больше никаких изменений нет. То есть, то, что было до, то и получила я сейчас. Дальше. ФГДС. ФГДС тоже меня удивило. В каком плане? Я думала, что, может быть, какие-то изменения будут на слизистых, там, по типу гастрита. Но удивительно, у меня все там отлично было. То есть, как вам озвучит диагноз, сейчас скажу, как он там назывался. Очаговый эрематозный гастрит и очаговый эрематозный дуденит. То есть, и они мне там сказали, и потом, когда я к врачу пришла, тоже сказали. Это вообще ни о чем. И даже в интернете я читала. То есть, это не диагноз. Там гастрит дуденит. Это не диагноз. Это просто, ну, такое исследование на ФГДС. То есть, это не лечится ни лекарствами, ничем. Ну, и тогда делаю какой я вывод, что значит, у меня либо желчный виноват, либо поджелудочный. А по большей части, как я теперь подразумеваю, и то, и то. Потому что желчный, от желчного зависит наше поджелудочное. Выработка этих ферментов. Если у вас плохой отток желчи, значит, будет недостаточно вырабатываться ферментов. И тогда у вас будут проблемы. Вот. Пошла я к платному врачу, значит, на прием гастроэнтерологу. Что он мне сказал? Все он посмотрел. В принципе, тоже он мне сказал, что вот это не диагноз. Это вот просто, знаете, как на слизистый, вот, ну, как такие красные полосочки. Он даже фото показал, как это все выглядит в итоге. То есть, вообще никаких повреждений нету. Просто, и тем более, если мне написали, что вовы, где-то в одном месте, вот, небольшое покраснение. Все. То есть, это ни о чем. В интернете я вообще читала, что все делается при помощи диеты, при помощи питания. Правильно, питайтесь, и у вас там все заживет. Вот. Но он мне что, значит, тоже он зацепился за желчный, ну, поджелудочный, под вопросом, типа панкреатит. И что он мне сказал? Да, сдать анализы. Какие? Мочу на амилазу, потом на дисбактериоз сдать анализ. И, так, дисбактериоз, амилаза, так, что-то у меня еще... А, кал на скрытую кровь назначил. Вот. И еще послал раз на УЗИ. Но УЗИ уже не в нашей больнице, не в наших даже больницах здесь. А он меня послал в Тулу. Да, там стоит дорого, скажу, исследование, даже очень дорого. Вместе с дорогой мне она обошлась. Это услуга 2000. Дорогое удовольствие, скажу вам. Вот. Но, как он мне сказал, что там хорошо очень смотрят. Конечно, он меня назвал клинику, врача, кому записаться. Хорошо смотрят, более подробно. То есть, посмотреть, как следует с желчной. Полипы, это полипы, они разной природой бывают. Если взвеси в желчном, что затрудняет отток желчи. В общем, он меня туда направил. Туда я съездила уже. Все сделала. Да, действительно, хорошо посмотрели. Тоже сказали, что с поджелудочной все хорошо. То есть, никаких проблем нет. Вот с желчной, да. Полипы тоже сами мне сказали. И сказали, прям вот такие сгустки есть, что как застой желчи. Застой желчи. Она меня посмотрела и лежа, и стоя. А, еще вот я вам что не сказала. Сейчас начала говорить, вспомнила. Когда я делала у нас УЗИ, когда бесплатное УЗИ делала. Мне там, знаете, что сказали? Что у меня есть перегиб в желчном пузыре. С 20 лет я делаю это УЗИ желчного пузыря. Потому что мне еще в то время поставили полипы. Ни разу мне никогда на УЗИ не писали перегиб желчного пузыря. А в этот раз не писали. И я когда пришла, я вот это начала сопоставлять. Думаю, почему со мной вот это случилось? Почему, почему? И вот, когда меня озвучили этот перегиб, у меня уже, знаете, такая мысль была. Думаю, а может перегиб виноват? А ведь перед этим я вам сказала, что я ходила в тренажерный зал. В принципе, ничего критического я там не делала. Но были, конечно, упражнения, которые вот с ногами там. И я вот такая подумала, думаю, а может в процессе моих занятий что-то там перекрутилось. Не знаю. Но многие врачи ссылаются на то, что он у вас был перегиб, его просто раньше не видели. Но, извините, 30 лет ни один врач не видел перегиб. А сейчас он его увидел. Ну, в общем, вот такая история тоже с перегибом, тоже под вопросом, тоже непонятно. Ладно. И вот, когда я была в Туле на этом платном УЗИ, значит, она мне как посмотрела, тоже перегиб есть. Ну, что интересно, когда, говорит, вы лежите, он есть. Когда вы встаете, его нет. То есть она меня посмотрела, стоя, лёжа, сделала фотографии, всё подробно написала, всё рассказала. Вот, говорит, теперь идите к своему лечащему врачу. Ну, вот к лечащему я ещё не дошла, потому что ещё не все анализы готовы. Вот эти дисбактериоз долго готовится, где-то неделю. Калу на скрытую кровь вообще две недели, сказали, готовится. Так что ещё буду ждать эти анализы. И представьте, если бы я ждала бы ещё вот те анализы, которые я вам сказала, да, вот для ФГДС в нашей больнице, то есть две недели. И вот это, то есть это бы всё растянулось на два месяца. Представьте, через два месяца. Мне сейчас плохо, мне сейчас нужно что-то делать, чем-то лечить, как-то питаться. Вот. Но что интересно, вот перед тем, как я УЗИ делала платный, врач сказал, да, 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 надо всё бросить, надо бросить жиры. А я и так их не принимала. И я, когда поехала в Тулумное исследование, мне было так плохо, так плохо. Вот я прям чувствую, что мне плохо. И когда она мне сделала УЗИ, говорит, ой, диеты, говорит, диеты, но вам надо есть, потому что у вас уже начали опускаться органы. А органы наши внутренние, что поддерживает? Жир, жир. А я его бросила. Я говорю, ну как же, мне врач запретил есть, наверное. Ну, не знаю. Ну, в общем, в итоге я приезжаю, такая решительно настроена, думаю, нет, я буду есть жиры, пусть не будет плохо, если будет плохо, как-то буду, может, справляться, не знаю. Но я их начну есть. Я начала добавлять, и пока, ну, вроде всё более-менее. Вот. Может, прошёл период обострения, не знаю. Ну, то есть, вот тоже надо смотреть на свой организм, слушать себя, по чуть-чуть, конечно, вот это всё добавлять, вновь, а не так вот слепо прям следовать всем советам врачей. Вот они сказали, а он мне вообще сказал, месяц не употреблять жиры, месяц. Представляете, если бы я действительно его бы слушала, я бы завтра коньки отбросила бы. Я просто бы умерла, потому что просто от истощения. Ну, в общем, такая сложная история, да. Но вот я теперь задаюсь вопросом, а почему же такое случилось, и не знаю. То ли перегиб виноват, то ли действительно желчь застаивалась, и вот просто произошла такая реакция. Бог его знает, теперь вот ответ мы не получим. Но в итоге вот из всех вот этих своих исследований я поняла, пока ещё вот до врача не дошла, я поняла, что да, застой желчи, в принципе, я и раньше склонялась к этому моменту, к этой мысли склонялась уже давно, что виновата в моих всех бедах, скажем так. Ну, сама по себе низкая кислотность желудки – это одно, а второе – это вот желчный. Но я считала, думала, что у меня полипы, и поэтому из-за полипов желчь застаивается. Вот. Ну, может быть, и полипы, конечно, виноваты, а может быть, просто она застаивается. Но слушая тоже много информации по интернету, да, я и нутрицологов много слушала, и врачей, кстати. Вот. Что любит нас желчный? Воду надо очень много пить. Потом клетчатка – это, ну, знаете, где клетчатка содержится, все салаты. И третье – это движение. Да, движение, зарядка, активный образ жизни в общем. Вот три компонента, что любит наш желчный. Ну, а если даже вы это всё соблюдаете, и, как говорится, желчь всё равно плохо отходит, то, то должны добавлять такие средства, кислоты, которые разжижают желчь. И вот у меня такое впечатление, что, наверное, мне всё-таки назначат такие средства, и всё-таки я их, наверное, буду употреблять. Вот. Ферменты я пью до сих пор. Конечно, полегче, но всё-таки я склоняюсь к тому, что всё-таки опять камера отключилась. Так как вот после него, после желчного, у нас нарушаются ферменты, выделение ферментов. А ферменты, в свою очередь, перерабатывают нашу пищу, белки, жиры, углеводы. Если они плохо расщепляются, то в кишечнике у вас будет идти гниение продуктов. Отсюда вот и получаются доудониты, дисбактериозы и всё остальное. То есть всё связано, всё связано в организме. В принципе, я уже давно поняла. Ну, в общем, осталось теперь мне дождаться анализов, сходить на приём, послушать, что мне скажет доктор. Ну и всё, и буду держать вас в курсе. Вот такая история на сегодня. Субтитры подогнал «Симон»